В Челябинской области растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. Министерством здравоохранения принято решение о поэтапном перепрофилировании медицинских учреждений Магнитогорска для лечения этих пациентов. В минувший четверг такое стационарное отделение было открыто в кожно-венерологическом диспансере. Там побывала Юлия Никифорова. Коллектив кожно-венерологического диспансера пришел на помощь медицине нашего города в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Впервые в истории диспансера в его стационаре появилась красная зона отделения, где установлен шлюз, соблюдены все меры профилактики передачи инфекции воздушно-капельным путем. Здесь будут долечиваться пациенты с коронавирусом, переведенные из инфекционных стационаров городских больниц номер один и номер два. По словам главного врача кожно-венерологического диспансера Игоря Яковлева, к новому этапу работы медицинское учреждение полностью готово. В принципе, вообще дерматовенерологический профиль – это уже инфекционные заболевания. И наш диспансер, в принципе, приспособлен для оказания помощи таким пациентам. С сегодняшнего дня мы закрываем круглосуточное отделение для пациентов с кожными заболеваниями и перепрофилируем его для лечения новой коронавирусной инфекции. Должен сразу сказать, что медицинская помощь по нашему основному профилю никак не нарушится. То есть амбулаторный прием поликлиника будет функционировать в полном объеме. Дневной стационар будет максимально замещать работу круглосуточного отделения. Медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Лечением пациентов, поступающих на госпитальную базу, будут заниматься двое докторов диспансера, один из которых – врач-трансфузиолог Сергей Шевнуков. Мы будем продолжать лечение, которое было начато на госпитальных базах. То есть продолжение будет включать и антибиотики, и антикоагулянты, и физиотерапию на восстановление верхних дыхательных путей и разрешение пневмонии. Для нас это новое, естественно. Но мы, естественно, готовы были, мы проходили курсы повышения квалификации, теоретически готовы, но вот начнем работать по-настоящему. Самый первый пациент на новую госпитальную базу поступил в первый же день ее открытия – в четверг, 8 октября. Отделение рассчитано на 25 коек. Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается, пустовать они не будут. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН.